Девушки отдыхают Так, все пожрали, все пожрали, все закончилось Ужин закончился, пионеры начали расходиться А вы как на бал оденетесь? Спросил я Шурика и электроника А нам особо нечего, так и пойдем Он показал нам свою пионерскую форму Кажется, их совсем не волнует внешний вид Что же, я тогда беспокоюсь В зимней одежде все равно идти не вариант, так что пойду как есть И во сколько начало? После девяти Ясно Так, окей, я вышел из столовой и полной грудью вдохнул свежий вечерний воздух Мне сразу вспомнились те редкие дискотеки, на которых приходилось бывать еще в школе Неуверенность, стеснение и даже страх Я не умел танцевать, не знал как правильно реагировать Если пригласят меня, сам кого-то приглашать не осмеливался В общем, чувствовал себя там крайне неуютно Тем неприятнее было мне смотреть на чужое веселье Нет, это не зависть Скорее удивление от того, что люди могут получать удовольствие от чего-то совершенно мне непонятного Я перекинул, что до начала дискотеки еще порядком времени и решил немного поспать, чтобы вечером быть свежим А зайдя в домик вожата, я моментально полюхнулся на кровати и закрыл глаза В смысле, а медпункт тогда, когда после дискотеки, что ли? Как ни странно, я проснулся вовремя даже без будильника На часах было ровно девять вечеров Такое со мной случалось редко Впрочем, чувствовал я себя помятым Наверное, все же не стоило спать днем Ну да, обычно, когда поспишь, короче, днем Там уже вообще как разбитая корыта, себя чувствуешь Похоже, придется идти Через пару минут я уже стоял на площади Около памятника установили колонки и что-то вроде диджейского пульта А на деревьях развесили гирлянды Такая типичная колхозная дискотека Пионеров собралось довольно много Но никого из знакомых я не заметил Поэтому сел на лавочку и принялся ждать В конце концов, не обязательно и танцевать Может быть, мне удастся просто посидеть и мило пообщаться с кем-нибудь Чего грустишь? Ульяна А что предложишь? Пойдем танцевать Рано еще Даже музыка не играет Какой ты скучный Да, для такого мероприятия я точно не самый веселый Она убежала А ульянка таки надела что-то наподобие вечерного платья Да, я заметил Забавно Привет Плавя Привет Она присела рядом Как тебе вечер? Нормально Что-то такое грустное? Да ничего Ладно, потанцуешь, развеселишься Наверное Не забудь один танец и для меня оставить Она засмеялась, побежала к музыкальной аппаратуре Ситуация, похоже, накалялась, просто отсидеться не получится Привет Ко мне подошла Лена Ой, привет, и ты тут Это чего удивительного? Да Ясно Зажжешь сегодняшний вечер? Стартапа звучало неумело Лена покраснела и опустила глаза Ладно, может и правда не стоит А то все сгорим тут Ладно, тогда я... Ага Она ушла Те, короче, отшил Просто Похоже, уже весь лагерь собрался на площади Пионеры стояли большими группами А чем-то разговаривали, шутили и смеялись Возле диджейской пульта Ульянка громко спорила с Ольгой Дмитриевной Насчет музыкального репертуара на сегодняшний вечер И вот момент настал Пластинка закрутилась Что это была за группа и песня, я не знал Но термин, классика советской эстрады На мой взгляд, подходил для них как нельзя лучше Пионеры и пионерки некоторое время просто стояли, словно не слушая музыку А, не слыша, не слуша Всегда трудно сделать первый шаг Особенно, когда уверен, что кроме тебя никто и не собирается Но Ленка, похоже, не знала этой простой истины Она выбежала на среднем площади и закричала Че стоим? И начала нелепо кривляться Именно кривляться Другое слово можно сложно подобрать Это выглядело настолько глупо и забавно, что я не удержался и засмеялся Она заметила Эй, Семен Я сделал вид, что не слышу Не притворяйся, иди-ка сюда Я продолжал игнорировать ее Пионеры потихоньку поняли, что от них требуются на это праздники жизни И спустились в пляс С моей точки зрения, это выглядело в высшей степени глупо Трясти руками и ногами под давно забытые шлягеры? Увольте Конечно, танцевать я не умел, но и это танцем назвать сложно Семен, чего сидишь? Потсовать не хочешь? Я был так увлечен своими мыслями, что не заметил Славя Да что-то не хочется Твочна? Она улыбнулась Попозже, может быть Черт, что я вообще здесь делаю? Еще одно приглашение на танец окончательно поставила бы крест на моем самолюбии Я начал придумывать удобный предлог, чтобы уйти и выбрать для этого подходящий момент Как вдруг увидел Лену Она медленно шла в мою сторону Может, пойдем? Куда? Я был так увлечен своими мыслями, что не понял, о чем она Медпункт Если, конечно, ты хочешь остаться и потанцевать Хотя вряд ли она действительно собиралась танцевать Весь вечер Лена стояла в сторонке Нет, пожалуй, воздержусь Пойдем Но хоть не придется здесь стоять, как бедный родственник Действительно, сидеть в углу и всеми силами стараться не отсвечивать было не очень комфортно Даже слом посудной лавке может быть куда более ловким, чем я на танцполе К тому же никакого желания пускаться в пляс у меня не было Ну что, пойдем в медпункт? Лена выбила меня из раздумий Мы уже некоторое время просто молча стояли возле столовой Да, конечно, спасибо тебе За что? Она посмотрела на меня с удивлением Ну, за то, что забрала меня Может быть и не стоило говорить ей о том, что танцы не мой конек А то там, знаешь, так скучно Ты не любишь танцевать, наверное На ее искреннем, на ее искреннем, немного даже детском лице не промелькнуло и тени сарказма Она, похоже, действительно не понимала Да, совсем не люблю Не мое это как-то И я тоже Меня никогда никто не приглашает Сказав это, Лена покраснела и привычно уставила себе под ноги Странно Что странно? Ну, что тебя не приглашают Ты так думаешь? Она опять посмотрела на меня взглядом, полным искреннего непонимания и удивления Я смутился и не сразу нашелся, что ответить Ну да, конечно Если бы я любил танцевать, то обязательно бы тебя пригласил Спасибо Окей Остальную часть пути мы шли молча Лена, очевидно, слишком спутилась от моего неумелого комплимента А я просто не знал, что сказать, какую тему придумать для разговора Уже полностью стемнело и мрачное здание медпункта Окутанное ночным туманом Больше походило на дом с привидениями Ну да, да, картинка такая жесткая Реально, для хорроров Мне вдруг захотелось развернуться и медленно, не создавая лишнего шума, уйти отсюда Я укоротко бросил взгляд на Лену и отметил, что она выглядит, как обычно Застинчивый, скромный, неуверенный в себе, но никак не испуганный Тем больше мне стало не по себе Так, как это так? Она не боится, а я... Внезапно где-то рядом послышалось уханье совы Отчего меня буквально передернуло А Лена либо не слышала, либо не обратила внимания, либо ей и не было страшно вовсе Третий вариант верилось с трудом, но и спрашивать тоже, чтобы не выдать свой испуг, не хотелось Окей Войдя в медпункт, я нащупал в темноте выключатель и включил свет А медсестра позже придет, да? А она не придет Не придет, ясно, ну ладно Хотя подождите Не придет? А, ясно Не то, чтобы я боялся оставаться в Слене один на один В закрытом помещении Ночью И поблизости не души Нет, в таких ситуациях что-то случается только в фильмах или там сериалах всяких Просто со мной была именно Лена, а не, скажем, Ульяна или Славя И это серьезно меняло мое отношение к происходящему Вот эти коробки Она показала на груду коробок, сваленных на как-то... как попало Их там было по меньшей мере с дюжину За 10 минут не управиться Я поставил одну коробку перед собой на стол и начал выкладывать содержимое Внутри оказались только бинты Огромное количество небольших упаковочек с бинтами Вот, возьми! Лена протянула на листок бумаги Там было несколько графов, я быстро разобрался, что в левую нужно вписывать наименование В среднюю артикул, если есть, а в правую количество Ну, не без данных, конечно, но тоже сойдет Ну да, такое, знаешь... Такое себе занятие, короче, перед сном, ночью Ну хотя, в такой, знаешь, милой компании можно и коробочки поперебирать Если вы поняли, о чем я Работа закипела Семен? Что? Я поднял взгляд на Лену Она несколько секунд пристально смотрела на меня, словно решаясь на что-то Но потом опять опустила глаза Нет, ничего Мне было буквально физически тяжело все время сидеть молча Однако и заговорить первым я не решался Потому что не только не мог придумать подходящую тему Ну и банально стеснялся Так как смутить эту девочку, казалось, могло вообще все Что угодно Блин, я не понимаю Вообще какой-то, не знаю, главный герой какой-то трус Ну, вообще какой-то Вообще всего боится Он боится соговориться с девочкой Боится, не знаю, всяких там Подумаешь, блин, дом там, да, ночью Боится этого Боится там пригласить кого-то потасовать Боится еще чего-то Боится того-то спросить Боится этого спросить Какой-то вообще, не знаю, блин Лошара, не знаю Семен Да Ты их по второму кругу считаешь? И действительно Я начал вынимать из коробки И заносить в базу данных Те бинты, которые же посчитал Ой, прости Она ничего не ответила Слушай, а ты откуда? Ну, то есть, откуда приехала? В смысле, где родилась? Точнее, где живешь? Ну, я... Тут городок рядом есть Тут рядом... Это где? Тут Видно, она не очень хочет об этом говорить Неужели Лена что-то скрывает? Если в случае с Ольгой Дмитриевной Это было хоть какой-то... В какой-то степени объяснимо То Лена Нет, совсем на нее не похоже Это секрет? Нет, что ты Просто... То есть, тоже где-то на юге? Наверное, можно было придумать и что-нибудь пооригинальному Тем более у меня по жизни все экспромты выходят не очень, а уж попытки поиграть в шпионов и того уже И юг я вспомнил только потому, что из всех пионерлагерей Советского Союза мне в голову пришел именно Артек Да Лена ответила не сразу Я не мог точно понять, придет она или нет А тебе здесь что, не нравится? Интересно, как она с моих слов сделала такой вывод? Нет, что ты, конечно нравится Наигранная дружелюбность прозвучала фальшиво, резанув ухо А тебе? Да Тут спокойно, в библиотеке много книг И люди здесь хорошие Хорошие, да не все Почему? Я думал, что последнее предложение сказал про себя Оказалось, что нет Ну, как бы сказать Возьми ульянку батарейки, энергетер с катастрофическим смещенной точкой приложения силы Батарейка? Что? Может быть меня правда забросило назад по времени? Не важно Или Алиса пионер все время А, пионер всем ребятам пример Этот лозунг явно не про нее Если все будут брать пример с Алисой, то лет через 20 такое в стране будет Хотя на момент начала 21 века можно сделать вывод, что в 80-й, где я предположительно сейчас нахожусь Все брали пример именно с Алисой Двачевской На самом деле она не такая Не такая-то какая? Не такая, как ты о ней говоришь Начнем с того, что я ничего еще не сказал Просто констатировал факт, что она явно не является примером для подражания Ну, может быть Получается ты ее хорошо знаешь? Наверное Вопрос этот я задал просто, чтобы подержать разговор И такого ответа никак не ожидал Алиса с Леной были настолько непохожи, что возможность того, что они могут быть близко знакомы Просто не укладывалась у меня в голове Мы из-за дома города Она как будто предугадала мой вопрос У нас вообще друзья, хоть и Алиса и Нагад Саш Понятно, но это немного странно То есть не так Я просто удивился Все удивляются Лена еле заметно улыбнулась Я взял вторую коробку Анальгин, активированный уголь Анальгин, активированный уголь Физораствор, марганцовка, фурацелин, анальгин Лена постоянно выражалась односложно Как выстроить с ней диалог, если каждый наш разговор через пару предложений скатывается в мой монолог А намного чаще и в неловкое молчание Такое положение вещей меня никак не устраивало Иногда даже казалось, что за мацкой стеснительности и застинчивости она что-то скрывает Но что? Знаешь, я тут книжку недавно прочитал Ты любишь фантастику? Не очень Черт, очередной промах Ну раз не любишь А какие вообще книги тебе нравятся? Разные Разговор явно не клеился И надо было как-то спасать ситуацию Не знаю почему, но я опять вспомнил про танцы Чувство неловкости, неудобства и даже в какой-то степени стыда вновь охватило меня Наверное, я и не сильно отличаюсь от Лены в подобных вещах Тоже боюсь и стесняюсь всего Но что не умею, но не понимаю Возможно, стоит сначала самому преодолеть свои страхи Это поможет мне лучше понять ее Я решился У нас осталось всего пара коробок Да Слушай, у меня идея возникла Может быть, когда закончим, пойдем в столовую? Мне кажется, магнитофон после танцев отнесли как раз туда И чего ему делать в столовой? Я замялся Зачем? Ее искренний взгляд явно Ясно давал понять, что она даже не догадывалась о том, что я хочу ей предложить Ну, честно говоря, я не умею танцевать, поэтому и не люблю И поэтому мне там так неудобно было Может быть, я бы смог тебя отблагодарить, потанцевав с тобой? Но я... Она на мгновение перестала перекладывать лекарства, покраснела, посмотрела прямо во мне в глаза Я смутился Действительно, это была явно глупая затея Нет, если ты не хочешь, конечно Я же не настаиваю А если нас тут увидят? Да, эта мысль мне в голову не пришла С одной стороны, ничего такого Другой? Да все спят уже давно Тем более, кто ночью пойдет в столовую А как мы туда попадем? Об этом стоило подумать заранее Но... Конечно, у меня были ключи слави Но упоминать о них не хотелось Строго еще подумать, что я украл В эту секунду я сильно пожалел о том, что так и не забрал мобильник из домика вожатой Ольга Дмитриевна тогда меня совсем заговорила, и я забыл Но в любом случае, надо было что-то сказать Как-то сменить неудобную тему разговора Какая музыка тебе нравится? Разная Я ей не особо увлекаюсь Давай тогда представим, что она играет Ну, то есть, что ты... Мы ее слышим Как это? Ну, как будто она у тебя в голове играет Я довольно точно вспомнил мелодию, под которую танцевали пионеры Слова и музыка хорошо врезались в память Не уверена, что мне получится Но можно же попробовать Наверное Согласие было получено Даже это, наверное, в случае с Леной можно было рассматривать как да Окей Ну, как бы, такой, да, в принципе, оригинальный подход Да, типа Придумаем, знаешь, да Здесь же, типа, нет музыки Давай придумаем свою, да И потанцуем Все оставшееся время мы молча рассортировали лекарства Записывали их название и количество После такой удачи стоило еще внимательнее относиться К каждому сказанному слову Впрочем, я все равно большую часть времени молчал Вскоре с последней коробкой было покончено Протянув полностью исписанный листок Лене Я установился на нее Как будто увидел снежного человека на одноколесном велосипеде Жонглирующего порося... поросятами Я до сих пор удивляюсь, какой он фантазер просто Удивительно и страшно, а главное, завораживает Вдруг она засмеялась Что? У тебя такое выражение? Какое? Забавное Да? Ага Так, куда пойдем? Куда? И ее последние слова несколько выбили меня из колеи И я совсем забыл, о чем мы говорили до этого Да, честно признаться, я вообще на минуту выпал из реальности Ну как же? Танцы? Лена мгновенно покраснела, а на ее лице появилось стандартное выражение застенчивости, стеснительности и испуга А, да, прости, я задумался просто Пойдем на присталь Не знаю, почему я выбрал именно это место Может быть потому, что на шального пионера ночью можно было наткнуться на площади в жилом квартале Да хоть и у столовой, но никак не на присталь По крайней мере мне так казалось А может потому, что ночью огромная яркая луна красиво отражалась в воде Да ты романтик, мать твою А, к тому же, сегодня полнолуние В общем, не знаю, но решение пришло само за себя Или, если тебе не нравится, мы можем Нет, хорошо, отличное место А Лена закрыла дверь на ключ, и мы направились к пристани На лагере пустилась ночь, он спал Пойдем по дорожке? Зачем? Через лезешь быстрее, там есть хорошая тропинка Там темно Боишься? Ну, не то чтобы Если хочешь, ладно Только можно Она не закончила фразу и взяла меня под руку Неплохо, так неплохо Можно Так Тут настала моя очередь краснеть Конечно Мы шли через лес Хотя лесом это сложно назвать Скорее небольшой пролез между лагерем и пристани В длину всего каких-то несколько сот метров Будь я один, никогда бы не подумал, что здесь можно чего-то испугаться Однако сейчас страх как будто передавался от Лены ко мне Над нами заколыхались ветки деревьев Я невольно вздрогнул, а Лена на тот час же еще сильнее сцепилась в мою руку Не бойся, это белка, наверное, пробежала Угу Мы вышли на пристань Ночь была поистине прекрасна Я подошел ближе к реке и позвал Лену Смотри В воде отражался мостик, лодочный домик и луна Казалось, что это какой-то другой мир А водная гладь, дверь зазеркали Прыгни и окажешься по ту сторону Позвольте пригласить вас на танец Я подал ей руку и неумело поклонился Лена стояла в нерешительности Наверное, с манерностью я переборщил Не бойся, я тоже не умею Почему тоже? Она же не говорила, что не умеет танцевать Хотя это и было очевидно Хорошо Лена подала мне свою руку Я отвел ее в сторону и нежно приобнял девочку за талию Давай ее так вот еще сделаем Погоди Так вот сделаем Мы просто стояли в таком положении несколько секунд А дальше что? Ну, я не знаю Ты же помнишь ту песню? С трудом Но помню Вот и отлично, давай как в фильмах фальсировать Как это? Вместо ответа я начал очень медленно и осторожно описывать вместе с Леной нечто наподобие круга Вот видишь, не так уж и сложно Ага Несколько минут мы окружились в танце Или как это еще можно было назвать? Я чувствовал тепло, хотя мы и не были очень уж близко Так, давай-ка я сохранюсь Вдруг я что-нибудь напортачу А ее грудь учащенно вздымалась, а лицо все больше краснело Лена не смотрела на меня, отводя взгляд то в аду, то в другую сторону Внезапно я ощутил, что никогда еще не испытывал ничего подобного Нежность, затмевающая собой реальность, словно попала в какой-то другой лучший мир Я понял, что не хочу отпускать эту девочку и отдал бы все, чтобы окружиться с ней вместе в этом танце бесконечно Я прижал Лену поближе к себе, и только тогда она впервые посмотрела на меня В ее глазах читалось удивление, растерянность, но не испуг Она не боялась и не оттолкнула меня А ты говорил, что не умеешь танцевать? Так и не умею Я растерялся От Лены можно было ждать какой угодно реакции, но только не от этого Неужели ее стеснение куда-то само собой исчезло? Смущение прошло, а вечный испуг улетучился Ты тоже неплохо танцуешь Я знаю На ее лице промекнула лукавая улыбка Или мне показалось Нет, готов покляться, что видел ее Но как такое возможно? Образ вечной застенчивости и скромной Лены никак не ввязался с тем, что происходило сейчас Что же сказать? Что делать дальше? Я мог только на автомате ввести ее, не останавливая ни на секунду Этот становящийся все более и более странным танцем Семен Семен, 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 ты где? Голос доносился с опушки леса Черт, как не вовремя Семен Это была Ольга Дмитриевна Наверное, она беспокоилась в том, что я уже давно должен был вернуться Ведь можно было догадаться, что неутомимая вожатая бросится на поиски пропавшего пианина Надо было ее заранее предупредить Эх, что сейчас-то уже говорить Лена вопросительно посмотрела на меня Может не стоит, чтобы нас видели вместе? Почему? Пойдем скажем ей, что все в порядке Нет, давай спрячемся, а потом вернемся в лагерь Странно, с чего это она? Ведь все так неплохо шло Только что-то начало получаться Вроде бы начало Или начало Ну вот что? Ладно, хорошо Я не стал спорить, это было неуместно в данной ситуации Ольга Дмитриевна покричала, покричала и ушла Ну пойдем? Да На обратном пути Лена не взяла меня под руку Конечно, я несколько расстроился Но первым инициативу проявлять не решался Мы опять молчали Начинать разговор было не в привычках Лены А я просто не знал, что сказать после всего случившегося Всю дорогу она смотрела себе под ноги Сохраняя все то же выражение, как и всегда Какая же все-таки странная перемена Или скорее странной была та улыбка на пристани и те слова Лены На площади она остановилась Ладно, мне пора Да Спасибо тебе за сегодня Да Лена развернулась и пошла в сторону своего домика А я остался стоять на месте Так что же это такое было? Этот танец, потом такая резкая смена настроения А потом все как обычно Как будто тогда в то короткое мгновение я обнимал совсем другую Лену Да, тогда она не просто была не похожа на себя А казалась вообще другим человеком Может быть я просто плохо ее знаю? Ведь и раньше было ощущение, что Лена вечно что-то скрывает под маской застенчивости Впрочем за пару дней понять человека до конца просто невозможно Черт, что же делать дальше? Возможно мне вообще все это привиделось Я направился в домик у вожатой Весь лагерь спал, так что вряд ли меня мог кто-то заметить Да и что с того? Ну гуляет пионер ночью один Эка не видаль Когда я уже почти дошел до двери Сзади послышался шорох Ветки кустов рядом с деревом Позади меня зашуршали Словно в них кто-то запрыгнул Диких животных здесь вроде как не водится Значит кто-то следил за мной В то же мгновение я бросился на звук Продрался сквозь кусты И начал озираться по сторонам Было слишком темно и ничего И главное никого в такой темноте не увидеть Идти дальше было бессмысленно Если даже за мной кто-то следил Он уже давно убежал Я веднулся в домику В окне горел свет Значит она еще не спит Семен, где ты был? Офигеть, она в такой ночнушке Как это где? Мы с Леной в медпункте сортировали лекарства Я же вам говорил, что пойду вечером Да? Когда это? И столько времени к тому же Да и я был в медпункте полчаса назад Закрыт он Света не горит Но мы решили немного прогуляться Я тут волнуюсь, а он прогуляться решил Но извините В следующий раз предупрежу заранее Уж постарайся А теперь спать, уже поздно В этом с Вожатой сложно было не согласиться Сегодня был трудный во всех смыслах день Я слишком устал, чтобы размышлять о произошедшем вечером Да и вряд ли в голову пришло бы что-то путное И главное, совершенно непонятно Как на все это реагировать На Лену, на лагерь, на весь этот мир И за прошедший день я практически не пытался искать ответы Более того, всячески избегал этого Как будто возможная находка пугала меня И Лена Время, проведенное с ней, было куда важнее Чем все попытки вернуться в реальный мир Я бы мог еще долго накручивать себя Пытаясь понять, что же сделал не так А что не сделал вообще Но усталость взяла свое Окей Окей День четвертый Отлично Прожили до четвертого дня Окей, друзья Окей, друзья На этом закончим Вот Закончим, да На этом Сохранить игру Вот Продолжим уже в следующей серии Кому понравилось Ставим лайки Подписываемся на канал Группу ВКонтакте Ссылочку на прохождение В описании Оставлю я И И И Подписываемся на инстаграм И С вами был Валерий Всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok